Здравствуйте, мои дорогие! Ночь прошла тихо и спокойно. Сирена не было. Ничего никто не бомбил. На улице отличная погода. Чем в основном сейчас все занимаются? Ну, у кого есть приусадебный участок, естественно, кто-то сажает. Надо успеть посадить, чтобы выросло. А я посадила лук. Видите, какой он уже красавец. Ну, конечно, это уже растёт он полторы недели, да, потому что там не было ни росточка, ничего, за полторы недели вырос хороший лук. Но, как видите, на мне вот такое украшение это. В принципе, это может быть и украшение. Может быть. Может быть, кто... У кого какая фантазия. Вот как вы придумали, что вы задумали, то можно сделать. Но я хочу связать коврик. Как видите, очень интересная работа. Очень интересная, увлекательная. Очень это всё быстро вяжется. И можно спокойно сидеть, смотреть любую информацию, слушать и любой фильм смотреть. И вязать. А из чего вязать? Ну, естественно, из колгот или носочков. Эти колготы или ледницы ещё называются, да, лосины. Такие должны быть эластичны. Тогда проще вязать, аккуратнее получается. Но их нужно нарезать, эти колготки, на кольца. А как же их нарезать? Ножницами. А если ножницы тупые, то ножницы должны быть очень и очень острые. Иначе невозможно будет нарезать. Для того, чтобы ножницы были острые, то у нас всегда есть что? Игулан. Вот этот способ самый хороший. Ну, мастера нету, да. Ну, кто тут наточит? А ножницы нужно наточить. Я беру обычную цыганскую иголку. Цыганская даже ещё побольше. Мне это ещё поменьше, да. Очень большая. И начинаю, типа, как нарезаю эту иглу этими ножницами. Не забывая за кончик. Хорошо, потому что кончик должен быть остренький. И настолько хорошо и быстро затачиваются ножницы, что потом нет никаких проблем. Итак, я беру, допустим, колготы или же носки. Ну, этот мыс отрезаю. Так. Темно или хорошо. Так, отрезаю, да. А потом нарезаю в такие кольца ширина где-то до 5 миллиметров. Чтобы было проще, нужно взять вот так вот, сложить ещё вдвое. Ну, проще так будет. И быстрее будут нарезаться эти кольца. Ножницы должны быть, я говорю, очень острые. Если ножницы тупые, то это сплошное мучение. Не нареживать. Просто невозможно нарезать. Так, ну, вот я взяла, да. Это кольцо. У меня были какие колготы? Смотрите, белые, красные и синие. Это я всё нарезала. Потом беру вот так вот растягиваю. Поэтому, если детские колготки, то можно, видите, потянули они будут на... Вот такое колечко будет. Это взрослые колготы, поэтому кольцо довольно, как это сказать, широкое, да. Поэтому я беру. Но так, ну, получается работа более интересная зато. Вот на два пальца, указательный и средний, да, наматываю. Вот это колечко на пальце. Значит, один виток, второй и третий. Затем делаю восьмёрочку. Видите, восьмёрочку. Эту восьмёрочку надеваю на обычный крючок. Крючок у меня толстенький. Я даже не знаю, ну, больше четырёх, конечно. В общем, толстенький, но такой. Ну, тут уже берём зависимости от того, что мы хотим вязать, да. Хочу я вязать в коврик, поэтому крючок потолще, и поэтому, и поэтому нитка в три сложения. Теперь вот это были белые колготы, да. Точно такое же, такое же колечко. Я наматываю на пальчик. Раз, два, три. Намотала. И уже надеваю вот с указательного пальца, снимаю на что? На крючок. Провожу вот эту прядь, это кольцо через зилу. Я специально взяла разный, чтобы вам было хорошо видно, чтобы было понятно. Это очень быстро получается. А с большого пальца перекладываю эту петельку на крючок. В общем, наговорила, я вам там много слов. Ну, мне кажется, что всё понятно. Теперь красные были колготы, да. То же самое. На два пальца накручиваю. Один, два, три. Так, колечко получается, видите, меньше. Проще работать, но узор красивее. Красивый будет узор. Опять с указательного пальчика перекладываю на крючок. Вывожу через две петельки. Беленькие, да. И с большого пальца перекладываю на крючок. Вот получаются такие кольца. Вот они эти. Кольца. Классные кольца. Получается очень быстро. Очень-очень красиво. Получится. Ну, можно сидушку. Но, естественно, я хочу коврик. Потому что коврики себя оправдывают. Я вязала коврик. Есть старое видео. По-моему, даже не оттолго. Я вязала вообще из обычных, простых колгот. Тонких колгот. И эти коврики, они, я вам скажу, ну, это вечные. Потому что они служили. Я не помню даже сколько лет они мне служили. Так. Все есть. Вот я снимаю и вам показываю эту всю красоту. Здесь длинная-длинная такая получается, как сказать, лента не лет, а цепь. Да, цепочка. Такая длиннющая цепочка. Поэтому вот она. Сейчас будем продолжать. Видите, я ее вязала. Вот эти две петельки. Эти две петельки я надеваю на крючок. Тут надо аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы... Значит, вот эту цепочку можно связать очень длинную. Здесь где-то более трех метров за один вечер. Вот сели себе, можете с кем-то разговаривать и вяжете. Вяжете спокойненько и сюда даже и не нужно смотреть. Вот намотали на палец. Видите, намотала, пропустила, сняла и пошла дальше. Сейчас я займусь уже зеленым. Вот. И, значит, как я буду этот коврик дальше, что я буду с него делать. Сейчас зелененько. Значит, у меня будет край полностью рискать, потому что у меня двое колхот, а этих уже нету. Ни белых, ни красных, все. Больше не будет. Поэтому край будет у меня зеленый. А серединка вот такая будет цветная. Что я делаю? Я беру... Так, где тут конец? Конец тут есть? Есть конец. Вот как на шее-то. Вот. И начинаю по кругу. По кругу. Вот я складываю. Естественно, кладу на стол. Так будет удобней. И что? Вот с изнаночки. Выбираю изнаночки. Или с этой стороны. Они, в принципе, будут одинаковые. И там, и там будут красивые, вот такие красивые, такие красивые. Ну, как это мне назвать? Просто узор. Да? То есть будет красивый узор. Выкладываю и прошиваю с изнанки. То есть соединяю, чтобы на клее ставить не надо, потому что все-таки они потом легко стираются и, мне кажется, лучше держат. Но клеить что-то я вообще не люблю. Многие знают, вот коврики такие, приклеиваю вот эти все линии. Не надо клеить. А прошивать. С изнанки прошиваем, прошиваем. И получается очень-очень красивая или сидушка, или коврик мягкий, теплый. В общем, вы меня поняли, да? Вот или же так для того, чтобы себя порадовать. Ну, а что там, чем заняться? Вот я вам показываю, как он выкладывается. И я смотрю, потому что было более-менее ровненько. В общем, я вам сегодня показала, да, как заточить ножницы, как сделать коврик, красивый коврик, вообще связать красивый такой жгутик из чего? Из колгот или из носочка. Это будет просто шикарно. Работа вам понравится. В свободное время вам будет чем заняться. Вот я вам желаю хорошего настроения. И что еще? Здоровья, конечно, и мирного неба. Обязательно, мирного неба над головой. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова